Привет! Как дела? Сегодня я расскажу вам о том, как мы с друзьями ездили в город Петерсбору. Так как я из Петербурга, а город похож названием на мой город, где я проживаю в России, мы решили поехать туда. Петерсбору – это небольшой индустриальный городок, который находится в 120 километрах к северу от Лондона и входит в состав церемониального графства Кембриджи. Население его составляет около 180 тысяч людей. И сегодня я расскажу вам о том, как мы однажды съездили туда в конце января 2016 года, что мы там увидели, какие приключения и новые знания мы получили там. Основной достопримечательностью Петербурга является готический собор, англиканский храм Петербурга. Собор посвящен апостолам Петру, Павлу и Андрею и был построен в его современном виде в XII столетии. Собор выполнен в готическом стиле, однако присутствуют черты других стилей. Арки западного фасада стрельчатые, в отличие от полукруглых других арок, которые расположены в соборе. Узкий и длинный нерв покрыт деревянным расписным потолком. И в этом соборе покоится королева Екатерина Арагонская. Екатерина Арагонская, дочь испанских королей Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской, была первой женой короля Англии Генриха VIII Тюторского, а также матерью будущей королевы Марии I. После 24 лет супружества из-за отсутствия наследников мужского пола, Генрих объявил об аннулировании брака с Екатериной, так как у него уже была новая возлюбленная Анна Болейн, которая долгое время была неприступна из-за того, что она не хотела становиться любовницей короля. Этот шаг стал одной из причин конфликта Генриха с папой римским. Разрыва с римской католической церквью и реформацией в Англии. Сам город очень красивый. Центральная площадь украшена небольшой часовней. Дома выполнены в тюдорском и викторианском стилях. Музей. Как раз в те дни, когда мы ездили в январе, там проходил фестиваль Екатерины Арагонской. И когда мы попали в музей, там были такие некие представления для детей, как в те годы, в годы тюдоров жили люди, чем они увлекались, чем они занимались и как они развлекались. Вот так вот могу вам показать в этом видео, как, допустим, они исполняли какие-либо музыкальные пьески, играя на старинных музыкальных инструментах. Такие, как лютня или полынка, или еще какие-то маленькая труба, колокола. В общем, очень много интересного мы послушали и увидели именно в музее. Вот так вот нечаянно попали на такое представление. Даже нам было интересно, не то что детям. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Также мы и сами могли там пофотографироваться, нарядившись в гусаров или женщин-прачек. Ну и помимо этого, естественно, в каждом музее города есть картины, чучело животных, которые обитают в этих краях. Какая-то фарфоровая посуда, какие-то бытовые принадлежности, благодаря которым можно узнать некую историю города и посмотреть, как развивался город со времен его основания. Помимо этого, естественно, в городе есть главная центральная улица, которая всегда называется «Хай-стрит», где расположен шоппинг для людей. То есть в основном в маленьких городах Англии и Великобритании в выходные люди выходят на главную шоппинг-улицу «Хай-стрит», где они могут развлечься, купив себе обновки, сходить в кинотеатр или поужинать, позавтракать, пообедать в Макдональдсе или в каких-либо общепитах. Кстати, мы как раз ездили с моими друзьями, и все, когда проголодались, мы долго искали в Петербору какой-либо ресторанчик или кафешку, где мы могли бы полноценно покушать. Но так и как бы не нашли, и зашли уже в ближайшую гамбургерную, заказали как бы, ну, это был не паб, это был какой-то ресторан, где мы заказали каждый по гамбургеру и плотненько покушали. А потом мы пошли в парк, ну, немножечко так уже перед отъездом, как бы, погулять на природе, и встретили, нечаянно так, напали на ресторан, который называется «Санкт-Петербург». Так что в городе Петербору есть ресторан «Санкт-Петербург», ресторан русской кухни. В сам ресторан мы уже, естественно, не пошли, потому что мы только что покушали, но было интересно, и я думаю, что там, если вы поедете в Петербург, лучше зайдите в ресторан нашей русской кухни, и там удачно, я думаю, вы можете покушать. Не думаю, что там дорого, все оформлено в шикарном таком стиле, людей много, поэтому думаю, что место популярное. Так что вот так. Нам очень повезло с погодой в тот день, это был январский, в конце января мы где-то ездили, было солнечно, и город реально запомнился, реально запомнился тем, что называется Петербург. Петербург. Петербору можно перевести как Петербург, потому что Бору — это как раз район Питера, питерский райончик. И тем, что вот такой вот оказался глобальный такой маститый собор, я обожаю готику, поэтому этот собор вписался в мою память, наверное, навсегда. Очень красивая архитектура, очень красивое оформление и внутри образства, и даже там находится усыпальница Екатерина Арагонская, о которой я что-то слышала, но вот узнала конкретно из этой поездки. Оказывается, это вот бывшая возлюбленная перед Анной Болейн. Ну, про Анну Болейн, я думаю, многие из вас слышали эту историю, и я смотрела фильм, очень страшный, ужасный, обезглавливание её в конце её жизни. В общем, читайте историю, это очень интересно, страшно, но интересно. Пока на этом всё, до новых встреч, пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok